Ваш вопрос, да? Ну, не совсем то, что каждому из них надо. И учитывая, что они должны работать над собой, вот они всю жизнь каждому со своей личностью этой работают, да? И вроде бы и стараются, да? А все равно чужие люди друг к другу. И встает тогда такой момент, когда он сам по себе, она сама по себе. Вы знаете, про... Любопь – это заборный, это ласка, это, я не знаю, это, ну, я не знаю, наверное, это любовь, это, в моем понимании, когда жизнь, если человек не может, когда ты шапит, если не может, когда ты ездишь, если не может, если не может. Просто любовь – это все воплощающие чувства, которые... Ну, ты живешь, ты дышишь, если человек, ты дышишь. И до конца, вот, скажу. И вот, когда вот такая семья живет, неправильные дети действительно прекратить свое существование, чтобы дальше умести вот такое неправильное внимание семьи, не вкладываться в своих детей. В принципе, становятся несчастливыми все. Муж, жена, дети. С виду вроде бы так все... Это вопрос или ответ? Нет, это вопрос. Я вот, вот именно, вот меня он мучает. Вы же уже, вы доказываете мне что-то или спрашиваете? Я не понимаю. Правильно. Продолжать мучиться и чувствовать, что вроде бы ты так в благости какой-то живешь. Ну, я-то бы. Либо разойтись с разными... А вы в благости пробовали жить? Пыталась. Ну, по-моему, точно. Ну, нет, наверное. Я просто пыталась жить, действительно, в честности с самой собой. Знаете, я просто вам одну вещь сейчас скажу важную. У меня очень тяжелая семейная карма. Все, что вы описали, у меня тоже есть в отношениях с женой. Вернее, было. Поймите такую вещь. Это мне Бог дал для того, чтобы я вам кое-что рассказал сейчас. Вы должны понять такую вещь, что вот то, к чему люди стремятся, это наслаждение от близкого человека. Это очень быстро проходит с самого начала. Два-три года наслаждения, и оно заканчивается. У всех. Нет такой семьи, в которой бы это вечно длилось, как люди в страсти думают, что они вечно будут балдеть друг от друга. Это невозможно. Люди надоедают друг другу. И причина заключается в осквернении в этих отношениях. Когда люди начинают действительно духовной практикой заниматься и служить друг другу, тогда между ними появляются следующие этапы, которые я сейчас вам объясню. Первый этап. Это чувство, что я могу принять этого человека. Потому что настоящая любовь – это такое служение близкому человеку, к которому ты ничего не хочешь взамен. Это служение возможно только, когда человек наполняется свыше божественной энергией. Он не может сам такое служение делать. У нас все равно есть желание иметь замену. И это желание оскверняет отношения. Если человек служит просто потому, что он хочет выполнить свой долг перед человеком, тогда у кого в сердце появляется благодарность. Эта благодарность не может не появиться, потому что это тоже божественное чувство в ответ на одно божественное чувство. В результате, когда появляется благодарность, она несет с собой также чувство к этому человеку, чувство его качеств душевных. Понимаете? Люди, живя друг с другом, половыми отношениями они теряют душевные качества друг друга. Допустим, ваш муж – он очень добрый человек. Вам вряд ли сейчас возможно это по-настоящему увидеть. Я это вижу, потому что я сейчас мысленно настроился на него, как на душу. А не как на просто человека, который вас замучил в своей демагогии, или еще чем-то своим пониманием вещей. Понимаете, люди так живут несчастно друг с другом, потому что искренного служения друг другу никогда не делают. Понимаете? Если они начинают это делать, то вместе с благодарностью прорывается что-то душевное от человека. А это что-то душевное и вызывает симпатию сначала. И появляется желание, чувство, что он мне не мешает жить. Мне с ним нормально жить, хорошо. Я еду домой и уже чувствую, что я там отдыхаю дома. Мне хорошо с этим человеком жить. Но потом дальше, когда служение дальше продолжается, то когда в этом случае больше выходит из человека чистоты, ответ как благодарность, и к нему появляется уважение, уважение, это следующее чувство, которое говорит, я благодарна судьбе за то, что этот человек рядом со мной. Уже появляется уважение. Дальше, если служение продолжать близкому человеку, то появляется верность, потому что от него исходит такая сила, притяжение, что это невозможно описать. И это не то, что балдеж, который люди при половых отношениях испытывают, это другое чувство совсем, более глубокое и сильное, и ради него стоит жить. Но если человек дальше начинает, продолжает служить, то приходит искренность в отношениях, и люди становятся соратниками, близкими очень людьми, что невозможно в обычных отношениях. Люди обычно, муж и жена, не могут быть соратниками. Они каждый действуют ради своих эгоистических побуждений. Другая ситуация. Жена служит мужу, всей своей душой, всей своей существованием реально с ним. Делает все, что, во всяком случае, ее понимание, понятно. С было бы им флагом, воспитывает детей, содержит дом. Муж не знает, кто, скажем так, не... Он приходит дом к хозяину, у него закрывается дом. Он отдыхает дом, мужчина отдыхает дом. Он любит, его почитает. А так продолжается на протяжении многих лет. И вдруг ему становится скучно от этого совершенно положительного всегда состояния вещей. И он ищет себя драйвать. Он находит себе молоденькую, извините меня, девочку, с которой он... Ну, получается, ощущение острое. А дома-то все скучно. А знаете, почему дома все... А знаете, почему все скучно? Потому что там Бога нет. Потому что, когда Бог есть дома, девочка не нужна молоденькая. Так дома-то Бог как раз есть, а ему-то от этого не нужно. Ему не хочется, чтобы... А от Бога... А от Бога... Он достигает такого критического возраста, когда он именно... Вы слушаете или говорите? Нет, спрашиваю. Тогда сейчас надо замолчать уже. Спрашиваю. Вот смотрите, когда дома есть Бог, мужчина девочку искать не будет. Почему? Потому что Бог слаще в тысячу раз, чем девочка. И между мужем и женой отношения очень глубокие устанавливаются. Есть даже кисли на эту тему. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Когда между людьми есть душевный разговор, девочка не нужна, поверьте мне. Мужчине нужна любовь, ему нужна энергия любви. Когда люди живут, вы или будете слушать, или я не буду отвечать на ваш вопрос. Потому что вы сейчас нарушаете правила отношений между нами. Когда есть любовь в семье, настоящая душевная любовь, то она настолько сильную природу имеет, что мужчина не может от нее оторваться. И он не может найти себе девочку, хотя любому мужчине хочется молодого женского тела. Даже в 60 лет. Это так природа устроила, понимаете? И с этим ничего не сделаешь. Но если мужчина получает от жены настоящее чувство, это чувство, желание молодым женским телом наслаждаться, оно пропадает. Вывод один. Ваши отношения осквернились просто, осквернились тем, что в них нет духовности, нет чистоты и глубины. Но если вы будете бунтовать и говорить, что я хорошее, а он плохой, то вы никогда не сможете ни свою судьбу победить, никогда не сможете наладить отношения, и никогда не сможете понять истину. Потому что истина заключается совсем в другом. Первый способ отношения к жизни – я хороший, он плохой. Шансов нет избавиться от ситуации. Второй способ – мы оба виноваты, но он все-таки больше виноват. Это страсть, есть какие-то шансы. И когда человек осознает свою вину, перестает обвинять другого человека, он реально может победить свою судьбу прямо сейчас. Я вам предлагаю не делать выводов, продолжать слушать лекции. У меня есть лекции по семейным отношениям, послушайте, пожалуйста. Я на них очень серьезно объясняю, что такое любовь, чем она отличается от влюбленности, и почему оскверняются отношения в семейной жизни, которые приводят к таким поражениям, которые вы сейчас описали. Когда вы будете читать в Самаре? Я их уже читаю каждый день в Самаре, в ушах тех, которые из Самары слушают мои лекции в записи. Мои лекции можно скачать бесплатно на любом сайте, на котором вы хотите это сделать. Мои лекции не продаются, они скачиваются где угодно, и как угодно. На нашем ресурсе вы можете сказать, скачать порядка 500 таких разных лекций на разные темы. И также есть много других ресурсов. Для этого не требуется никаких денег. Поэтому берите, слушайте, и я буду всегда рядом с вами. Еще я вам одну вещь хочу сказать напоследок. Не думайте, что я сочинитель. То, что я вам сейчас сказал, это реальная ваша судьба. Я вижу вашего человека, близкого. Одно качество я назвал, вы удивились. Я могу еще несколько назвать его качеств, которые вы уже не помните. Первое качество, он очень искренний человек. Редкий искренности человек. Второе качество, он трудолюбивый человек. Он реально трудяга. Вы можете возражать против меня сейчас? То, что я... Вы согласны с тем, что я сказал или нет? Да. А вы видите в нем вот эти качества, как проявление его необычных каких-то свойств, которые можно полюбить? Вот то, что я перечислил. Что стало, что я не люблю? Я люблю его. Вы его не любите. Вы огорчены им, разочарованы, и сильно от него страдаете. Любовь — это такое чувство, которое вызывает благодарность человеку, терпение по отношению к нему. И оно также является силой, удерживающей человека от греха. Если бы вы его любили, то он не смог бы гулять. Шансов никаких нет вообще. А если бы вы сейчас начали его любить, он бы тут же начал просто чувствовать необыкновенное раскаяние в том, что произошло. Вам надо изучать, что такое любовь. Это непросто понять эту вещь. У вас есть к нему привязанность, это не то. Это не то. Любовь — это другое чувство, это огромная сила, которая меняет судьбу человека. Понимаете? Она меняет отношения очень сильно. Вы не можете его ни отпустить, ни задержать. Если Бог захочет, то Он разрушит вашу семью. Вы не можете ничего с этим сделать, потому что это ваше наказание. Вы не можете уйти от него, вы будете наказаны. Вы не можете пнуть его туда. Он уйдет, когда сам захочет. Понимаете? Мы не можем эту жизнь контролировать. Эта жизнь предназначена для экзаменов, а не для того, чтобы что-то делать с ней. Единственное, что мы можем сделать, мы можем пойти правильным путем и получить правильные результаты из этого. И все. Поэтому не надо с ним ничего делать сейчас. Просто начните слушать лекцию. А вы думаете о своем экзамене? Нет, это понятно. Но сохранять все другие не должны опыта. Не факт. То есть, дадим гулять в другой стране? Нет, не так немножко. Я вам сейчас объясню. В любви существует определенное правило. Один человек отдает любовь, всегда другой принимает. Вот в каждой семье из вас один принимает любовь, а другой отдает. Тот, кто отдает любовь, он кажется в более униженном положении, потому что он прилагает силы. Но он при этом набирает очки. То есть, он отдает любовь, тот, кто все больше благодарен. И потом, когда он сдал свой экзамен, тот, кто отдает любовь, то близкий человек, которому любовь отдавалась, он становится настолько благодарным, что качели перевешивают в другую сторону. Он начинает отдавать, а тот, кто отдавал, принимает, пожиная плоды своей любви. Но у него уже есть опыт отдавать. И семья выходит на другой уровень отношений. Как вы думаете, вот в вашей семье, допустим, вы получили знание, как правильно жить. Кому из вас отдавать любовь, а кому принимать? Я не знаю, я думаю, что это параллельно. Нет, не параллельно. Это всегда не параллельно. Так вот, ответ такой. Кто первый получил знание, тому и отдавать любовь. А потом будет наоборот. То есть Бог начал с вас. Лучше бы вы на лекцию, конечно, не приходили с этой встречи. Я просто так пошутил. Все, все сели прямо, у нас уже нет времени. Нам надо уже дальше... А, стоп, нет. Тут наши полчаса. Я перепутал. Ура, у нас все полчаса. Тогда следующие вопросы зала. Какие еще вопросы? Есть срочно что-то спросить? Нет? Тогда записки. Построить такая беседа, когда на ответ на вопросы? Нормально? Она более практическая. Вот девушка у нас еще на меня немножко нажала. Это тоже здорово. Потому что мы больше узнали в это время. В чем причина скрежета зубов во сне у мужчины? Это болезнь. Это означает сильный тонус мозга, напряжение мозга. И у ребенка так же. Надо лечить это просто. Как уберечь детей от компьютера? Вот смотрите. Компьютер это что такое? Это энергия любви. Что там в компьютере? Есть там игры, да, компьютерные. Это признак страсти. Люди в страсти, они всегда развлекаются. Вот смотрите. Если взять людей в страсти, допустим, муж приходит, смотрит телевизор. Жена приходит, ей телевизор неинтересно. Иногда бывает. Она просто бла-бла. Телефончик и понеслась. То есть каждый развлекается. Теперь мы хотим, чтобы ребенок учил уроки. Для него это развлечение, учение уроков? Нет? Нет. Вот представьте, допустим, вы встаете рано утром, а все спят вокруг. Вы взрослый, сильный человек. Вы сможете встать с постели? Очень трудно, потому что все спят. Энергия сна вокруг. И вы... Назад. Вот представьте себе, ребенок, у него нет разума такого, как у взрослого человека. Все развлекаются. Муж смотрит кино, там жена, еще что-то бла-бла. А ему говорят, иди учи уроки. Какие уроки? Он не может учить уроки. Ему надо тоже развлекаться, потому что он находится в той же среде, в которой живете и вы. Как победить компьютер у ребенка? Да очень просто. Просто поменяйте среду, в которой вы живете. Начните молитву, начните желать всем счастья, ребенка подключайте к этому, сядьте вместе с ним уроки поучить, чтобы он вдохновился этим. И так постепенно, не сразу, постепенно, вы поменяйте среду в своем доме, а также и привычки ваших близких людей, в том числе и привычки мужа, потому что муж в этом плане мало чем отличается. Мужчина дома отдыхает, а женщина работает. Мужчина работает на работе, а женщина там отдыхает. Поэтому, когда мужчина домой приходит, он, естественно, расслабляется сразу, ему нужно наслаждаться энергией любви женщины, иначе он не выживет просто, ему нужно, это его отдых. И поэтому, естественно, дома также он развлекается, он смотрит телевизор и все прочее. Но если женщина меняет атмосферу в доме, то тогда ему придется делать другие дела. Ему захочется уже делать что-то другое в доме, понимаете, потому что атмосфера стала другой. Вот представьте, допустим, я просто приведу пример. Я когда вот на купель вот на эту вот пришел, там было еще несколько человек, но никто из них не смотрел телевизор и не играл в компьютерные игры там возле купели. Почему? Не все купались, но никто не играл в компьютерные игры и не смотрел телевизор. Почему? Потому что там другая атмосфера. Там можешь купаться, можешь не купаться, но ты все равно как-то ближе к Богу. Правильно? Точно так же перед алтарем в трусах не походишь, потому что алтарь это уже другая атмосфера. Понимаете, о чем я говорю? Если вы в своей квартире такую атмосферу сделаете, то уже там заниматься глупостями не так легко будет. Женщины, мне кажется, должны это понять, потому что это их деятельность, они всю жизнь занимаются тем, что очищают среду в квартире, просто не знают, как правильно это делать. Думают, что помыть полы достаточно. Нет, надо молитва, чтобы там была, надо, чтобы там иконы были. Вместо Аллы Пугачевой на стене должен висеть Сергей Радонежский. Понятна система или нет? Да. Да, очень хороший вопрос. Смотрите, больше года слушаю лекции, ребенок говорит, вот когда ты перестанешь слушать свои лекции, тогда я перестану играть в компьютер. Это значит, что вы их слушаете в состоянии фанатизма. Вы противопоставили себя этому ребенку. Понимаете, первая стадия развития человека, человек в страсте, когда начинает слушать лекции, чего он хочет? Он хочет поменять всех вокруг. Поэтому он начинает агрессивно на ту среду нападать, в которой он жил до этого. Ему уже не нравится, что люди вокруг мяса есть, вокруг смотрят компьютер. Ну, хочется все это покоцать. И они это настроение, это чувствуют и тоже объявляют ему войну. Это не означает, что вы вошли в благость. Благость означает, вы живете в той же среде и находитесь в другом состоянии. Приведу вам пример. Один из моих знакомых, который обладает очень большой духовной силой, ну, неважно, он не боится ездить в поездах и заниматься там духовной практикой. Он ездит обычно в обычных погонах, в пластах, допустим, да? Много людей вокруг сидят. Он приходит, садится, начинает читать духовную книгу, начинает молитву. Причем он так это делает, что люди к нему подходят, садятся рядом, смотрят, слушают. Потом начинается беседа на эту тему. Это беседа, вовлекает очень много людей. И полвагона, дальше потом уже сидят, общаются с ним, поют молитвы и так проходит время. Это не дешево так жить. Это не дешевая сила. Поэтому то, что у вас происходит, это нормально. Ну, а это же не изменит ничего, понимаете? У вас внутри же все равно есть желание поменять всех. Не желание поменять себя, а поменять всех вокруг. Поэтому он и мучается от этого желания. Да, понимаете, начинающие люди, которые встали на духовный путь, они хотят все поменять вокруг, поэтому они всех мучают вокруг. Они еще в страсти находятся, они не над собой работают, а над другими. И для них хорошая песня есть в связи с этим. «Отрекемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Понимаете? Вы не беспокойтесь за своего сына. Вы его просто мучаете, поэтому он страдает. И он скоро все поменяется. Скоро все поменяется, вы не будете так бояться, что он играет в компьютерные игры. Это не проблема, что он играет в компьютерные вообще. Он очень много играет, это не проблема. Потому что он играет в кровь настолько, сколько нужно, чтобы наполниться энергией счастья. Он наполняется энергией счастья от компьютера. Он не знает другого способа. Он нет в другой жизни, другого способа. Вы ему через любовь не дали этот способ. Я вам через любовь дал возможность жить по-другому. Но вы ему через любовь эту возможность не дали. Вот представьте, если бы я тоже вас так не любил, вашу жизнь, как вы не любите жизнь своего сына. Вы бы слушали мои лекции или нет? Не знаю, моя хорошая. Ну как же, не знаю. Вы бы сразу вытащили и думали, ой, не хочу слушать этого человека. Только через любовь можно поменять жизнь человека. У вас нет пока любви к своему сыну. Вы просто наслаждаетесь им. И вы хотите наслаждаться так, как вам надо. Вы перешли в жизнь благости, значит, наслаждаться надо всеми в благости. Значит, надо всех мучить в благости. Вышвырнуть мясо из холодильника, выставить всех, ложиться вовремя, вставать вовремя. Представляете, такой ад. Человек пришел с работы, допустим, он говорит, надо ложиться раньше, вставать раньше. Там только в рот что-то положили. Это не едим, это едим. Смотрите, это все. Они думают, это все, это тачкарик сделал. Я его убил. Мне такие письма пишут. Ваши мужья, дети пишут мне такие письма. Говорят, ты изувечил мою жизнь. И пишут, что ему жена говорит. Я ему отвечаю. Говорю, я наоборот в лекциях пишу обратное, чтобы она так не говорила. Передайте. Она должна сделать то-то, то-то, то-то. И мне такой ответ. Попробуем. Знаете, вы чего хотите? Вы хотите плоду. Это страсть. Вы хотите, чтобы сын перестал играть в компьютерную игру. А зачем ему переставать? Вы поймите, ведь все очень просто. Вам надо просто увеличивать любовь в его сердце. Чем больше любви, с любовью передается знание. Вот чем больше вам любовь сейчас я буду давать, тем больше вы поймете, что делать. И все. Вот, допустим, вы сейчас не поняли ничего. Ничего страшного, я продолжаю вам объяснять. Пока вы не поймете. Я вам объясняю, что не надо бояться того, что он играет в компьютерные игры. Он просто таким образом наполняет себя энергией счастья. Если он сейчас перестанет это делать, он вообще будет просто психопатом. Нужно как-то выживать, так же, как всем в этом мире. Пускай играет в компьютерные игры, это хорошо. Это его возможность наполняться энергией счастья. Точно так же, когда человек вино пьет, это его возможность наполняться энергией счастья. Если ты у него берешь и заберешь вино, он с ума сойдет. Бывали такие случаи, когда человек бросает искусственно курить, у него инфаркт наступает, он идет в реанимацию, его везут. Причина – нехватка энергии и счастья, организм рушится от этого. То есть пускай играет в компьютерные игры, ничего страшного. Увеличивайте энергию благости в доме. Больше поклонения, больше икон, больше молитвы. Но делайте это все ненавязчиво. Например, сын говорит, не читай при мне молитву, надо не читать при нем молитву. Но делайте так, чтобы в какой-то комнате звучала духовная музыка, пускай не в его. Кормите его освященной пищей, пускай он об этом не знает. Все равно ему это будет нравиться. Супер. А вам не нравится молиться, когда у него хоккейный турнир? Конечно. А что вы так со злобой это говорите? Нет, он слишком погружен, как и все остальные люди. Все люди так живут в невежестве, как он. Надо молиться, когда у него хоккейный турнир за него, приходить, смотреть на него, говорить, мой сынок, я молилась за тебя, все будет хорошо. И при этом он как был Дубовым, так и останется. И постепенно внутри его сердце будет таять. И придет время, он станет очень разумным, хорошим человеком. И он скажет, мама моя, спасибо тебе за твой труд душевный. Ты воспитала меня хорошим человеком. Я не забываю об одном на краю родной земли. Поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Мать с отцом означает вот такой труд сердечный. У человека такой уровень сначала. И она просто смиренно себя ведет. Она смиренно ходит за него молиться на турнирах. Смиренно служит ему. Чем более невежественный человек, тем более грубый. Он не может ответить ни благодарностью, ни чем. А ребенок, он невежественный человек, у него же нет разума. Тем более, что он живет так, как вы его научили жить в свое время. Если бы вы сразу его воспитывали правильно, он бы так себя не вел. Так чего вы от него хотите? Любовь свою копите с помощью святости. Берите святость, отдавайте ребенку. Берите святость, отдавайте ребенку. Придет время, ваш ребенок расцветет. Я вижу сейчас вашего ребенка. У него много хороших душевных качеств. У него очень твердый и сильный характер. Раз. Первое душевное качество. Второе душевное качество вашего ребенка. Он, если слово сказал, он сделает. Третье душевное качество, сильное, вашего ребенка заключается в том, что он никогда вас не даст в обиду. Это правда все? А почему вы мне об этом не говорите? Почему вы говорите о какой-то ерунде, что он компьютерные игры играет? А не надо бояться. Страх – это атеизм. Страх – это признак атеизма. Это значит, если вы боитесь, значит, вы Бога не верите. Вы считаете, что он все негармонично устроил, неправильно в этом мире. Это компьютерные игры – это просто ваш объем работы. Это то, что вам надо трудиться. Вы говорите, я боюсь работать. Работать не надо бояться. Вы не поняли. Вы только чуть-чуть повернулись в направлении понимания. У вас чуть-чуть это направление появилось только. Когда бы вы поняли, понять означает победить судьбу. Вы если бы поняли, вы пришли бы домой и вообще не обращали внимания на то, что он компьютерные игры играет. И с этого момента он бы начал играть меньше сразу. А? Не надо стараться. Просто живите правильно. Придет время, ваша жизнь будет меняться во всех направлениях в лучшую сторону. Еще у кого какие вопросы? Да, ваш вопрос. Хорошо, вести себя. Это вводит ступор, но ничего страшного. Может быть, это хороший человек. Не надо поддаваться на провокации. Женщина инициирует встречу. Она, значит, к вам очень хорошо относится. Она уже встала в позицию отдающего любовь. То есть, понимаете, как бы, конечно, лучше, когда мужчина отдает любовь первые годы жизни, а женщина принимает. То есть, женщина капризничает, упрянется, каблучит. А ты за... А? Лучше так. Да, лучше так, да. Но если вы в эту ситуацию не попадали, то лучше так. А вы отдаете, терпите, думаете, бог ты мой, че же я такую ее полюбил, а? Какой кошмар, как она себя ведет со мной. Она меня совсем просто грязь топтала. И продолжаете ей служить. Это лучше, потому что мужчина крепче в плане работы над собой. Он способен победить эту ситуацию. Но если бывает наоборот, женщина сама знакомится, она готова ради вас на все. Вам она сразу, естественно, не нравится. Но вы посмотрите на нее. Если этот человек хороший, начните с ней жить. Вы потом поймете, что эта ситуация гораздо проще для жизни. Потому что близкий человек заботится, тебя любит, верит в тебя и все прочее. Классно жить. Но мужчина и должен расставляться ради женщины. Почему, он должен напрягаться, что ли? Она должна вас душить постоянно, что ли? А нам всегда все не нравится. Когда женщина притянута, не нравится. Когда она отталкивает, тоже не нравится. Я понимаю, сейчас зададим вопрос. Поднимите руку, кого мужчина, кого, кто служит жене, она его задолбала. Поднимите руку. Есть такие, нет? Что, ни одного такого нет, что ли? Где, где, где? А вы встретитесь с этим мужчиной, объясните ему. Вы объясните ему, как вы мучаетесь. Чего он хочет сейчас в жизни. Он хочет, чтобы его жена его долбала. Он говорит, а в этом драйв. Она ему служить хочет, а он хочет, чтобы она его долбала. Вы ему объясните, как вы страдаете. И он тогда немножко потрезвеет. Потому что все равно два варианта выбирать. Или жена тебя будет мучить, или ты ее будешь мучить. Одно из двух. Вы пообщайтесь с ней. Пообщайтесь. Вы познакомились только что ли с человеком? Или что? Нет. А, вам только такие попадаются, да, девушки? Девушки, надо его побить сейчас. Пусть лекции соберет. Надо оттубасить немножечко. А? Чего? Не в те места ходят, да? Не в те места ходите. Вам диагноз поставили, девушки. А вообще они вас могут побить сейчас. Не в те места ходите. Там, где девушки занимаются духовной практикой. Нет, я вот так не считаю. Я много видел примеров, когда девушки закручивают бараний рог мужику. Только так. Вот у меня такая среда, допустим. Да? Надо его бараний рог закрутить, девушки. А? А? Правильно вы говорите, да. Что делать? Надо дистанцию держать. Надо его проучить. Вы же обладатель красоты. Вы можете привлечь, притянуть себе мужчину, можете также оттолкнуть. Надо регулировать дистанцию. Если вы притянули слишком сильно, мужчина наглеет. Отодвиньте его чуть-чуть подальше. Пускай начнет служить. Притяните, отодвиньте. Вот так он действует. Когда отодвигать тяжелее, потому что боишься. Надо молиться тогда. Душевную силу накопить, отодвинуть от себя человека чуть подальше. Нет, ограничивать надо. Если вы можете ограничивать, ограничивайте. Но в ее ситуации другое. У нее сильный ребенок очень. Его невозможно ограничивать. Это просто надо с ним воевать. Я правильно говорю? Он вообще просто как воин. Невозможно ограничивать. Да, да, все правильно. И причина заключается в бездуховности родителей. Вы сейчас о чем говорите? Вы говорите об объеме работы. Давайте об этом рассуждать. Олег Геннадьевич, ну а если у меня вообще вот такой слой грязи в квартире? Ну надо все равно тогда чистить квартиру. Ну а если вот такой? А сейчас вы знаете, что у всех вот такой слой грязи в квартире? Ну знаю. Надо все равно мыть потихоньку. Ну Олег Геннадьевич, это же невозможно столько вымыть. Возможно? Почему невозможно? А вы пробовали, нет? Вы когда мне вот это, начинают такие вещи говорить, это означает, что человек не хочет работать, душевную работу не хочет проводить. Вот и все. Потому что проблема заключается также и в том, что вы не знаете, что это все меняется. Вы не понимаете, что проводя душевную работу, вы поменяете сына, поменяете мужа и даже отклеите его от девчонки молодой. Это реально так работает судьба. Душевная работа это огромная сила, понимаете, которая меняет всю жизнь. Я вам это объясняю, потому что я видел тысячи примеров, как жизнь людей меняется от моей душевной работы. Почему вы думаете, что это не работает? Если я перед вами сейчас это делаю прямо. Если я вменяю вашу жизнь, например, вы очень упертые в отношениях с ребенком, со своим человеком. Я уверен, что вы станете лояльнее. Слушая лекции, вы не будете его вот так фанатично отшивать от того, что он делает. Вы будете в него вкладывать любовь. Именно поэтому он фанатично и уперся в компьютер, потому что вы фанатично его контролируете. Вы заставляете его так, так. У него нет в своей жизни вообще. Поэтому он бою-боюет с вами. Но я уверен, что слушая лекции, ваше сердце растает, и вы перестанете так жестко вести себя рядом с ребенком. Потому что это жесткое поведение означает всего лишь одну вещь. Что вы хотите сильно наслаждаться его хорошим поведением. И все. Это эгоистическое чувство женщины. Оно сковывает жизнь ребенка очень сильно. Она же, такая женщина, не может ему позволить слабости какие-то. Позволить не означает баловать. Это означает оценить объем работы и трудиться. Человек не может сам изменить свою жизнь просто так. Нужна духовная сила. Если ребенок сильно погряз в компьютерные игры, значит слабая духовная сила в доме. Вы попробуйте атмосферу изменить в доме. Вы увидите, как это сильно начнет влиять на близких людей. У них будут меняться интересы. Больше того, появится сотрудничество в этих вопросах. Например, я как мужчина, из-за того, что ситуация нагнетается в военном плане между Россией и Украиной, США, я подглядываю в Mail.ru новости. Иногда подглядываю лишнего. И знаете, у меня жена просто такой индикатор. Я вот чуть-чуть начинаю лишнего что-то читать. Она нигде бы ни была в квартире, она заходит ко мне, даже не спрашивая, берет вот так компьютер. Достаточно. Я понимаю, что это правда. Так и надо сделать. Да? Так. А? Супер. Я вижу, вы вот каждую лекцию сидите на первом ряду. Я на вас обратил внимание. Я не могу сказать, чтобы он закончил хитическую тренажину. Так. Очень непридцатую. Так. Законим, подумай, или я бы, то есть, гайку-то ночую. Вот, скажите, я бы просто... Вот так нужно готовить. Папа, это нужно. Хитическую кухню? Да. Ничего страшного. Вы включаете параллельно духовную музыку там же, на кухне. А? Да. Он не даст. Он не даст, но включайте в другой комнате. И настройтесь, что эта пища будет освещаться этой музыкой. А не гайка, неважно какого. Вот. Вы простите ему это просто. Простите. Примите, что это так. Если вы хотите, чтобы это поменялось, вы простите ему это. И это поменяется. Он говорит, конечно, сто процентов. Надо сначала это принять. Это то, без чего муж не может жить пока. Но вы параллельно в другой комнате включаете духовную музыку во время приготовления пищи. И вы увидите, придет время, и все поменяется. Но если вы будете протестовать в своем сердце, ничего не поменяется никогда. Вообще никогда. Все так и будет вечно. Надо сначала принять. Это нормально. У нас, знаете, сколько прибабахов у всех. Да. Да. Да, спасибо, что вы вернули нас к теме стресса. Да. Я абсолютно убежден, что вам нужно лечение. Вы должны понять, что то, что вы испытываете, ничего общего со стрессом вообще не имеет. Потому что ваша ситуация такова, из-за того, что у вас достаточно такой неволевой стиль жизни, у вас психические каналы сильно забились. Ну, то есть вам тяжело работать над собой, там, зарядочки делать и все прочее. Вы погружены в деятельность какую-то. У вас забиваются психические каналы, и это дает вот эти депрессии. Вам надо начать слушать лекции, когда сила появится, надо начать заниматься хатха-йогой и дыхательными упражнениями. Или спаститься. Когда вы будете, можете закаливаться, допустим. Когда вы эти вещи будете делать, какую-то хотя бы из них, у вас перестанут возникать эти состояния. Если вы сами не справитесь с собой, приезжайте к нам, мы вам поможем. Можем поставить вам кору, прочистить каналы. Там же у нас в клинике йога идет и все остальное. Можно подключиться, и потом... Есть еще фестиваль «Благость» у нас. Я говорил вам об этом фестивале? Да. На фестивале тоже там жизнь совсем другая. Люди приезжают с утра, прямо встают в 5 утра все. Можно не вставать, мы не заставляем. Но никто не хочет пропускать то, что там происходит, поэтому все бегут в 5 утра послушать, посмотреть, позаниматься. И с 5 утра и до вечера такая программа, что люди не могут оторваться. Они плачут, говорят, Олег Геннадьевич, хочу на море. Я на море не был целый год. Я говорю, ну что я могу сделать? Они даже на море не могут сходить так интересно все. И там меняется конкретно все. Вот психика, вот это все. Ну, вы работаете над собой? Рано встаете там? Да. Да, я встаю. Йогой занимаетесь? А вы начните хатха-йогой заниматься. Делайте, понимаете, одно дело духовная практика, другое дело материальное тело. У вас в материальном теле блоки. Вам надо хотя бы по 6-7 минут каждое упражнение делать вот так вот, застывать в нем. И вы сможете избавиться от этих состояний. Тяжело даются? Тяжело даются, потому что блоки психические стоят. Поэтому тяжело даются. Вы как вообще распространены на этом? Нет, не распространены. У всех по-разному. У вас вот такое, у других другое. Но вам надо именно психическое тело лечить. У вас с этим проблемы. Это не стресс. Это просто блок там и все. Можно по стому его побеждать. А с чем он связан? С судьбой. Просто карма так летит. У меня... Сколько вам лет? 26. 26. Вот у меня где-то с 16 до 20 лет такой же блок был психический, в сознании. Я его пробивал вот так, как я вам сказал. Я победил это состояние. У себя. Это связано с судьбой. Так судьба действует. Причем у меня более выраженная была степень, чем у вас. Намного более выраженная. Это выражается в том, что сознание меняется. Человеку психически трудно сосредоточиться, думать. Или у него страхи какие-то нападают, не могут отступить. Или у него меняется настроение, он не может с собой сделать. Или нарушается сон и так далее. Функции психические нарушаются и не могут восстановиться. Не с того, не с сего, как кажется. На самом деле это от влияния в планету происходит. Ваш вопрос сзади, да. Я виноват в этом. Ну, бросили, что дальше? Аниме развелось или что? Хорошо, я понял вас. Садитесь, я знаю что. Я вам объясню все. Вы занимались неправильно этим практиком. У вас произошло сильное напряжение тела. Потому что йога не означает напрягать тело, а означает расслаблять. Надо делать упражнения, расслабляя каждую мышцу. И дальше прогибаясь только после того, как все расслабилось. А вы насильно все это заставляли делать. Так же вы обливались тоже неправильно. Потому что обливаться надо, постепенно привыкая к температуре. А вы это резко делали и подолгу. Ну, то есть вы издевались над своим телом. Но телом не надо издеваться. Его надо аккуратно с ним работать нужно. То, что вы делали, это делалось страстью. И поэтому вы получили страстный результат. Обратный результат. Ваш вопрос, да? Скажите, пожалуйста, у нас с вами был, но мы хотели сделать плядский стол. Вам, если это будет правильно по отношению к нашим растянкам, не дайте ли это должность границ? Вы знаете, есть промежуточный вариант. Я вам сейчас его скажу, и вам очень понравится. Вы возьмите и найдите в Самаре вегетарианские колбасы. И сделайте не вегетарианский, а мясной стол. Они даже не узнают, что это не мясо. Они настолько качественно сейчас делают, что это вот то же самое мясо, только без мяса вообще. И вообще не парьтесь по этому поводу. Если они с собой что-то принесут, ну пусть кушают, какие проблемы. Из сои хорошая колбаса вегетарианская, но лучше из пшеницы. Из пшеницы вообще просто не отличишь от докторской колбасы. Да? А где вы знаете такую колбасу? Современнее. Встаньте, встаньте. Встаньте. А где вы там в магазин УРОП? Спасибо. Аброра 110, сложная штука. Как 110? Аброра 110. А что у вас какая колбаса? Откуда? Из Москвы? Из Краснодара. Из Краснодара? Вот, супер. Краснодарская, она как раз пшеничная, вот такая вот, супер просто. Пальчики оближетесь. Да? В Тольятти, я к маме только в гости приезжаю. Нет, с лекциями в Самару. Вы будете приезжать ко мне в Самару. Раз в год. В следующем году примерно в это время, наверное. Ну ладно, мои хорошие. Лекции также проходят в Казани, можно туда смотаться, если хотите. А у вас следующая лекция? Следующая лекция завтра в Москве. Приезжайте. Я читаю по книге Льва Толстого, мысли на каждый день. Это такие нравственные лекции, очень мощные. Можете на сайте подскачивать. Мысли на каждый день, Льва Толстого, тема. Очень серьезные семинары, пара на разные темы. Там высказания с разных духовных традиций, с разных религий, и мы их обсуждаем с людьми. А во сколько будет в Москве завтра? В Москве завтра лекция начнется полседьмого вечера. В прямом эфире будет, да? Она будет в прямом эфире также, да. Поведа радио. Поведа радио, ну все знают же, наверное. Мои лекции транслируются в прямом эфире практически всегда. Вот сейчас идет трансляция, вот эта камера стоит. И обычно люди просто сидят дома и смотрят мою лекцию, которая проходит в каком-то городе. Так что есть Веда радио, и там не только мои лекции, а также моих друзей. И это очень интересно. И все, часто бывает запись, часто в прямом эфире. Так что смотрите, слушайте, все доступно. Ну ладно, пора уже нам заканчивать. Ой, мы уже просрочили конфет. Ну давайте быстренько, все уже у людей уходят. Да, тогда с вашего ряда, с вашего ряда, да. С вашего ряда вообще не получится. Ну давайте с вашего ряда. Давайте. Я хотела задать себе вот такое. Вот такая трансляция. У меня знакомых очень влиятельные люди, у них дочь не хочет учить уроки. Вот она уходит ее на музыку, водит, и значит она с танцами занимается. И вот она говорит, я не знаю, что делать. Вы знаете, скажите им, я уже увидел эту девочку, все нормально. Я мог бы рассказать про благость, конечно, но здесь другая ситуация. Эта девочка имеет плохой период сейчас астрологический. Если ее заставлять, она вообще может потерять психическое равновесие. То есть эта девочка, она сейчас находится в состоянии психостении. И в течение года где-то она не сможет ничего нормального изучать. Надо чуть-чуть подождать ее сейчас, не трогать. И потом она восстановится и начнет опять учиться нормально. Сейчас ее не надо передавливать, потому что она вообще может с ума сойти. То есть она может потерять нормальное равновесие психическое. Спасибо. Я хотела еще до себя спросить. Вот у меня проблемы с дыханием. Вот я хожу, значит, к врачам, они выпитывают мне лекарства. У вас проблемы не с дыханием, у вас нарушение мозгового кровообращения. У вас в голове центры, связанные с дыханием, они плохо работают. Из-за того, что сосуды забиты холестерином. Вам надо начать бросить мясо и начать проститься. Перестать есть по вечерам. И надо раз в неделю делать голодные дни на воде. И постепенно у вас, ну вот это, очистится организм. И блоки эти пройдут. Спасибо большое. Все. Последний был вопрос. Все сели прямо. Мы уже просрочили. У нас сейчас из зала скоро будет храганин. Надо успеть всем счастье пожелать. Я также, как и вы, признателен вам всем очень сильно за ваши глаза, за ваши лица, за ваши улыбки и за вашу веру. То, что вот молодой человек сказал, я слушаю ваши лекции. Я очень благодарен вам за это. Я не считаю, что я достоин такого пристального внимания к себе. Но, тем не менее, то, что я делаю, моя цель как раз в этом, чтобы вы слушали лекции. И в этом мое счастье заключается. Поэтому тоже примите от меня слова благодарности. Особенно те, кто приехали там из Тольятти. И дали вот это. Наскер за довольность. Давайте сядем прямо. Сейчас у нас будет пожелание всем счастья. Сегодня очень благоприятный день. Сегодня чудесный день. Во время которого все праздную духовную победу. Здесь произошла победа. Дух победил над материей. Произошло воскресенье. Давайте вспомним святость. Что-то святое. Мы сильно будем кланяться. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Не надоело жить для себя. Не надоело жить в рабстве своей судьбы. Я хочу победы. И служение святости означает делать добрые дела. И достаточно просто повторять. Я желаю всем счастья. Это и есть то, что мы можем сейчас сделать. Это сила, которая может сейчас распространиться на весь этот зал. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.